Дубль 2 нас выкинуло. Продолжаем. Остановились на том, что данная международная организация по телекоммуникациям под конец прошлого года выпустила отчет о том, как в Организации Объединенных Наций используются технологии искусственного интеллекта. В этом отчете подробно расписываются проекты, которые ведет эта организация. Проекты группируются по набору направлений. Частично мы эти направления смотрели в прошлых презентациях. Те направления, которые сейчас наиболее активны, это и здоровье, это индустрия, то, что нам, наверное, больше всего интересно, то есть промышленность. Это борьба с неравенством, то, о чем я говорил, что довольно высокий процент ресурсов сейчас отправляется на борьбу с неравенством. Это ответственное потребление производства, то есть переход к замкнутому циклу, сортировка мусора, переработка вторсырья, то есть тоже достаточно активно над этим идет работа. Общее взаимодействие между координацией, международной координацией и так далее. Но, тем не менее, борьба с голодом, чистая вода, чистая энергия и так далее. То есть в целом, ну и жизнь, то есть экология, жизнь под водой и жизнь на земле. То есть в целом, если брать как бы наибольшее, наиболее активное направление, да, то видно, что идет все по пути координации международной, да, и вот девятка, да, развития инфраструктуры, да, и инноваций. Вот, но, тем не менее, другие направления тоже достаточно популярные, да, как, например, неравенство тоже одно из ведущих направлений. Соответственно, тоже вот тут такая статистика приводится по всем этим проектам. Это проекты самой Организации Объединенных Наций, да, но также включаются и правительственные проекты, частные проекты, общественные, академические, да, и прочие. Вот, но в целом, конечно... Довольно много инфографики, да, которые здесь присутствуют, то есть по тому, какие направления есть, то есть пытаются различными срезами как-то измерить вообще, чем занимаются люди, да, то есть введя вот эти вот группы по различным направлениям, каждому цвету, да, тут в разных срезах можно посмотреть, где и что происходит, да, то есть это и отчеты, и семинары, и разработка каких-то инструментов, это и различные датасеты, проведение конференций, то есть такого рода вот мероприятия и проекты здесь рассматриваются. Здесь же приводится и некоторый график выполнения проекта, да, то есть есть проекты, которые уже завершились в 21-м году, да, есть проекты, которые в 22-м году должны завершиться, есть те, которые будут длиться очень долго, да, то есть, например, проект SDG-1, да, ну или, например, вот SDG-4, да, он только-только начался в 19-м году, да, и будет длиться очень-очень долго, до 30-го года, да, вот можно посмотреть, что такое SDG-4, это у нас, я не подписан, к сожалению, то есть какой-то из проектов. То есть можно таким образом понять, например, что сейчас актуально, да, какие тренды, куда будет основная точка приложения усилий международного сообщества происходить. То есть вот такая вот информация, инфографика позволяет вам понять, куда движется наш общий поезд на нашей планете. Значит, что еще тут интересно, да, ну вот можно так по оглавлению посмотреть, да, то есть какие вообще направления, это и борьба о нераспространении ядерных, ядерного оружия, да, это еда и сельскохозяйство, это мирный атом, различные финансирования технологий сельскохозяйственных, это и работа комитета по труду, да, то есть чем люди должны заниматься и так далее, и так далее, да, финансовые, морские, миграция, телекоммуникации, да, права человека, и так далее, и так далее. То есть много разных направлений, да, и в каждом из них есть свои какие-то подпроекты, связанные с искусственным интеллектом. То есть можно спокойно читать этот отчет, да, и смотреть, кто чем занимается, в зависимости от того, что вам интересно. Значит, ну, в целом карточка каждого проекта, она достаточно краткая, то есть тут прописываются, например, цели и как используется. То есть, ну, список проектов, да, есть направление, есть список проектов, в каждом проекте, что он у себя представляет, да, и, например, что использует. Вот, например, проект для поиска ущерба, связанного с применением атомного оружия, да, там, с помощью мобильного приложения. То есть огромное количество инспекторов, которые там по всему миру распределены, вот, они собирают различную информацию, там, не знаю, вводят в автоматическом режиме, там, происходит наблюдение, да, в этих мобильных постах. Вот, вся информация собирается в одно единое пространство, да, какую-то огромную базу данных. Вот, и на основе этой базы данных, да, вот тут написано с помощью искусственных нейронных сетей и байсовских классификаторов происходит задача, решается задача мониторинга, да, предупреждения. Вот, соответственно, тут прописываются детали таких проектов, но достаточно в краткой форме. Вот, и суть этих проектов сводится к тому, что, например, через все эйсмодатчики, да, расставленные по всему миру, нужно отслеживать, что происходит вообще в мире, да. Естественно, что любое, любой атомный взрыв, да, это огромный стресс для планеты, да, то есть локальные землетрясения. Соответственно, имея сеть датчиков по всему миру, можно регистрировать всплеск активности, да, и пытаться на основе всплеска этой активности понять, что это произошло. То есть это какое-то реальное землетрясение, да, у него будут свои признаки. Либо это, например, какой-то шум, да, там неисправный датчик, да, либо, например, это именно какой-нибудь реальный атомный взрыв, какие-то испытания, которые тайком проводятся от международного сообщества. Вот, тут много всего. По некоторым из них есть ссылки. То есть, например, вот можно даже докопаться там, да, что вот один из проектов как раз, который только что показывал, да, есть целая огромная статья, да, выпущенная, которая как раз рассказывает, чем они занимаются, да. Суть их работы сводится к тому, что они имеют огромный массив данных с различных видов датчиков, расположенных по всему миру, и производят их обработку. Сначала локальную на уровне отдельных станций, которые регистрируют сейсмические сигналы, а затем общая обработка, да, на уровне вот множества этих станций, по которым формируются наборы событий. Вот, дальше эти события фильтруются человеком, да, и отправляются на финальное рассмотрение. Вот, ну и в целом, как это, как бы, они используют, модели, да, модель распространения волн, статистические модели, которые, там, например, по знанию того, когда произошло событие, да, всплеск сейсмоактивности, да, и где оно расположено, пытаются восстановить параметры распространяемой волны, то есть ее замедление, время прибытия волны, да, какой-то конкретной точки, вот, и где, где, собственно, это произойдет, да, ну, это может быть не только, например, для мониторинга атомных взрывов, да, это может быть, например, для мониторинга землетрясений, да, извержения вулкана, там, прогнозирование цунами, например, да, то есть такая система, она, на самом деле, достаточно универсальна, то есть у вас есть огромный объем данных, есть расставленные сенсоры, да, нужно на основе данных ответить на вопрос, что произойдет в конкретной точке, да, например, предупредить распространение землетрясения, да, то есть предупредить людей, там, может быть, за 5 минут, например, до землетрясения предупредить их, что будет землетрясение, потому что волна не мгновенно распространяется, вот. И проблема в том, да, что массив данных, он колоссален, то есть тут вот приводится пример, например, да, вот каждая точка — это всплеск зарегистрированный, да, в течение года, и очень много шума в этих данных, да, И вот человек там в течение недели работы может, например, то есть там 100 тысяч, например, событий, да, их вручную отфильтровать. Вот, а, соответственно, цель в том, чтобы, да, человек не тратил недели, потому что через две недели вам уже эта информация, ну, с точки зрения истории, где произошло землетрясение, получать сразу, да, а не через две недели, чтобы было время предупредить. Ну, вот, соответственно, товарищи делают такую вот автоматическую систему, которая берет исходный набор данных, да, и из них их отфильтровывает, да. Ну, видно, что человек пока еще лучше делает, решает эту задачу, да, но, тем не менее... таких проектов, которые делаются в Организации Объединенных Наций, да, с их подачи. Вот, ну, на самом деле там тоже нужно свою внутреннюю фильтрацию проводить, да, то есть есть такие крутые проекты, где прям решаются какие-то глобальные задачи, да, есть проекты, которые, например, больше похожи на какие-то... на C-Sharp, который позволяет вам загрузить фотографию плавника, да, и по плавнику определить, что это за рыба. Ну, в общем, вот такие вот тоже всякие интересные и необычные проекты возникают, вот, но, тем не менее, да, тоже связаны с международными организациями Объединенных Наций. Вот, это то, что касается... то, что касается... таких глобальных вещей, да, связанных с международной деятельностью, да, ну, вот если так, как бы, то, что на виду, например, да, сейчас все очень активно стали форсировать тему, связанную с метавселенной, то есть идея состоит в том, что у вас, ну, у каждого человека будет свой аватар в цифровом мире, и, соответственно, вы будете там, одевая очки виртуальной реальности, там, ходить по виртуальному миру с помощью каких-то контроллеров, там, датчиков, вот, и, соответственно, общаться с людьми без того, чтобы с ними реально физически рядом находиться. То есть если сейчас мы с вами видеозвонками общаемся, да, то есть как-то экран расшариваем, то в метавселенной можно будет просто, как в обычной жизни, там, подойти к доске, маркером что-то нарисовать, там, пообщаться, помахать рукой, там, не знаю, какие-то эмоции пытаться выразить, то есть создание такого некоторого виртуального мира. Пока, конечно, очень много спекуляций здесь, то есть если там посмотреть красивые, ну, там, текущее состояние, да, того, как, например, метавселенная может выглядеть, ну, сейчас, наверное, мета с интернетом не очень хорошо, поэтому не буду показывать. В общем, там пока все это очень такое угловатое, уродливое, больше похоже на компьютерные игры, там, из 90-х годов, вот, но, тем не менее, уже предполагается, что там будут загружаться миллиарды аватаров, люди там будут ходить, взаимодействовать, там появляется уже целая индустрия NFT, то есть цифровых токенов, которые будут заменять права на какие-то цифровые активы. Люди уже начинают скупать недвижимость в этой метавселенных. В общем, какая-то началась лихорадка вокруг метавселенной, то есть это какой-то, вот, видимо, следующий тренд на потребительское общество, да, то есть переход к потреблению виртуальных продуктов. Вот, ну и, соответственно, тоже искусственный интеллект тут в стороне не остается, да, вот такая интересная статья о том, как, например, создавать цифровой аватар человека. То есть речь сейчас не идет об уродливых аватарах, где там графика из 90-х годов. Вот речь идет о том, чтобы создать такой фотореалистичный аватар, да, то есть вы делаете фотографию на смартфон, вот как тут слева показано, да, с нескольких ракурсов, там, с разным выражением эмоций, и система искусственного интеллекта строит вашу цифровую копию. То есть, ну, в данном случае тут только голова, да, но никто не мешает, например, смоделировать таким же образом вашу фигуру, вашу походку и так далее. То есть речь идет уже о том, да, что подкинув немного вычисленных мощностей, можно будет в метавселенной уже полностью имитировать ваш внешний вид, причем на фотореалистичном уровне. Вот, соответственно, здесь подробно в этой статье разбирается, как это сделать, да, ну, и не просто как сделать, да, они даже это сделали. То есть вот у них тут, видимо, фотографии самих разработчиков, да, потому что их тут не очень много, примеров, да, но они везде повторяются. И вот тут рассказывается прям про архитектуру того, как это сделать, да. Выкладывается ссылка на код, то есть его можно скачать, воспроизвести все эти результаты. Вот, то есть как бы человек, да, по сути, его препарируют, да, эти фотографии делают отдельно текстуры, отдельно трехмерную модель из полигонов составленную, да, потом это все объединяют. И за счет того, что как бы происходит такая декомпозиция, да, можно таким образом, например, менять этот каркас, трехмерную фигуру, да, например, чтобы различные эмоции, то есть мимику лица, например, передавать. Вот, тут активно используются нейронные сети для того, чтобы это сделать. Очень хитрая, нетривиальная архитектура здесь предлагается, которая позволяет вам создавать такую вот матрицу, да, то есть, грубо говоря, человек, да, то есть есть некоторая типовая модель мимики лица, да, есть тот набор фотографий, который вы сделаете, например, при регистрации в метавселенной. И соединяя фотографии ваши там с разных ракурсов, с разными выражениями лица, и имея внутри модель такую общую, получается на выходе модель цифровая вашей внешности. Вот такая вот идея применения искусственного интеллекта для решения такой вполне потребительской задачки о том, как перенести вашу внешность внутрь метавселенной. Вот, достаточно подробно здесь это расписывается. Что еще, да, ну вот, тоже интересное событие, да, я бы даже сказал, эпохальное событие. К сожалению, тут что-то все перекрыто. Смысл его состоит в том, что буквально этим летом впервые на конкурсе цифрового искусства, цифровых художников первое место досталось работе, которая была сгенерирована искусственным интеллектом. Тоже довольно, ну, тут все это, конечно, попахивает каким-то маркетингом, да, но тем не менее, вот, человек, который запостил картинку на этот конкурс, он признался, что ее он сделал с помощью системы искусственного интеллекта. Вот, ну, конечно, там тоже есть ложка дегтя в этой истории, да, то есть, с одной стороны, вроде бы действительно удивительно, да, что искусственный интеллект смог создать такую картину, с другой стороны, конечно, нужно разбираться в деталях, да, как именно он это создал. Вот, и как раз человек тут пытался оправдываться, да, то есть он сначала заявил, что эта работа сделана с помощью системы искусственного интеллекта, но потом вот начал объяснять, да, как именно это было сделано, вот. Потому что люди, когда поняли, что, да, неужели машина может так рисовать, да, вот, на самом деле, конечно, не совсем так, вернее, несколько не так, да, то есть суть сводится к тому, что искусственный интеллект – это инструмент, да, и в любом случае есть человек, который его направляет, да, то есть вносит какой-то контекст. Вот здесь как раз рассказывается, как он ее создавал, эту работу, что было, на самом деле, отобрано огромное количество вариантов, то есть, ну, он использовал, как бы случайно нашел некоторый стартап, да, который выпустил чат, в котором можно написать текстовое описание того, что вы хотите изобразить, и, соответственно, система искусственного интеллекта генерирует вам на выходе изображение. Его можно изображение подтюнить, то есть какие-то комбинации, там, выбрать некоторые варианты, да, из них, и скачать. Вот, но что сразу автор, на что сразу автор предлагает обратить внимание, да, что, во-первых, главное – это что, как правильно сформулировать, что вы хотите нарисовать, и что самое главное – что с первого раза у вас-то не получится. То есть вам нужно понять, как происходит синтез, да, ну, то есть какие вещи хорошо рисуются, какие плохо рисуются, что нужно уточнить, то есть это эксперимент. Вот, и, соответственно, автор говорит, что он потратил примерно две недели на то, чтобы подобрать правильное описание картины, которую он хочет получить на выходе, после чего система ему сгенерировала картину, похожую вот на вот эту, да. После этого он скачал эту картину и уже руками ее дорисовывал. То есть какие-то отдельные элементы, которые система никак не хотела прорисовывать правильно, то есть делала какую-то ерунду, он начинал эти части дорисовывать. Вот, к сожалению, непонятно, насколько много он здесь дорисовывал, вот, но с его слов пришлось немножко повозиться. Вот, ну, соответственно, тут сразу после этой истории пошли огромное количество разных постов про как раз генерацию изображений, да, то есть кто-то там, кто-то где-то получил какой-то доступ, но это уже не та нейра, не та система, да, которая здесь была. Здесь использовался чат специальный, да, с новой. Здесь использовалась сеть, по-моему, если не ошибаюсь. А, вот это, кстати, та же самая сеть. А здесь... Так, значит, Google разработал эту сеть, да, и, соответственно, задавая некоторый текст, становится возможным сгенерировать картинку. Вот, соответственно, здесь тоже пошел некоторый процесс творчества, да, то есть указания каких-то ключевых слов, да, то есть есть определенная, получается, схема генерации изображения, то есть вы описываете, что вы хотите получить, да, и в каком стиле. Например, в стиле пиксель-арт, да, например, в стиле цифрового искусства, да, в стиле киберпанка, там, цифрового. То есть, грубо говоря, какими-то ключевыми словами вы задаете... Для какой-то рекламной кампании на выходе получаете изображение, которое можете взять за основу и его дорисовать. Вот здесь, соответственно, автор этой статьи начинает развлекаться, да, что он хочет. Вот он хочет красного робота, который серфит на волне. Предположим, да, что это вы заказчик, говорите, хочу вот это. Там, если обычно человек шел, там, и неделю что-то рисовал, да, тут автоматически вот получаются какие-то прототипы, которые можно показать заказчику и на выходе получить от него, например, хочу вот такого, да. А дальше уже его прорисовывать, там, дорисовывать. Что вот хочу такого, да, но хочу сзади остров, например, получить, да. Вот добавили остров, дописали сюда, да, получили такое. Потом хочет масляных красок, да, взял то же самое, но добавил, что oil painting, да. Соответственно, картинка тоже поменялась. Ну и так далее. Тут что-то еще хочет, да, хочет. Вот какие-то хотелки пошли, да, например, имитируют, да. И вот пошел, пошла вот какая-то процесс генерации творчества, да, творческий процесс. Только если раньше нужно было каждый раз все это прорисовывать, то есть тратить недели на то, чтобы это нарисовать, да, ну или день, например, или час, сейчас все это автоматически генерируется с тем искусственного интеллекта. В общем, тут фантазия пошла вперед. Тут и замки, и уточки в Москве, на фоне Москвы. Правда, не мент тут нигде в Москве. Вот, но тем не менее, а, на Москве-реке, да. Ну, какие-то такие есть тут мотивы в пиксель-арте. В общем, пытается строить здесь какие-то футуристические, да, то есть Москва-Ситина. То есть нейронная сеть даже знает, что такое Москва-Ситина. То есть каким-то образом в Гугле даже это уже вбили. Вот, соответственно, открывает огромное пространство для творчества. Что, конечно, как бы немного напугало сообщество, да, что вроде как работа, которая выполнялась раньше только людьми, да, творческая, по сути постепенно начинает заменяться уже искусственным интеллектом. Вот, понятно, что никто не заменит творческую работу, просто она немножко поменяется, да, то есть, грубо говоря, человек должен будет не просто уметь по пикселям что-то рисовать, использовать инструменты фотошопа, да, но и в том числе уметь правильно сформулировать запрос, понимать сильные и слабые стороны, что может, что не может такая система. Вот, и правильно ее в правильном направлении направлять, да, разбираться с требованиями заказчика, что он хочет получить на выходе, и, соответственно, формулировать заготовки, да, формулировать, например, то, что он хочет получить на выходе. Вот, то есть, это вопрос о том, что рынок труда постепенно трансформируется, то есть, это уже не какая-то фантастика, да, уже даже изображение, но в зависимости от того, что рынок труда постепенно трансформируется, какое-то финальное общество. Продолжение следует...